Национальный партнер Solar Group Жиль Вебер и его ассистент из Бенина Барбара Сакакина побывали в гостях у компании STIN, которая модернизирует транспорт, устанавливая на него двигатели дуйного. Жили Вебера, как и инвесторов проекта из Африки, интересует не только технология славянка, но и техника, в которой эта технология применима. Она может решить несколько экологических и экономических проблем, очистить воздух в городах и сделать использование электротранспорта более доступным. Благодаря экономичным двигателям, установленным на транспорт вместе с солнечными панелями, жители Африки смогут передвигаться практически бесплатно. Представитель STIN Андрей Лобов показал иностранным гостям мастерскую компании и модернизированную технику. Мотоцикл Bajaj Pulsar с мотором DA100S сразу привлек к себе внимание не только внешним видом, но и характеристиками. Интересно, что при модернизации заводские рамы, корпус и крепления остались без изменений. Была проделана ювелирная работа, чтобы установить электропривод. Партнеры увидели также мотобайк Suzuki AX100 с мотором DA90S и различные модификации двигателей с совмещенными обмотками, в том числе разработанные в Савалмаш. Партнеров заинтересовали комплекты для легкого транспорта, который изготавливает компания STIN. Вопросы поставок комплектов Африку они обсудили с Андреем Лобовым. Джиль Вебер и Барбара Сакакина опробовали в деле вездеход SHERP с двигателем внутреннего сгорания. Они прокатились по зимнему бездорожью и покрыты льдом реке. Вездеход способен покорять любые препятствия, в том числе ледяные и водные. Команда Лобова сейчас занимается разработкой электрической версии SHERP. На ней установлены моторы со славянкой от Савалмаш. Электровездеход ничем не уступает заводскому в характеристиках, а даже превосходит. Он не загрязняет воздух и воду. Работает тихо и поэтому может использоваться, например, в национальных парках. Еще одно интересное транспортное средство, которое протестировали гости, это мотособака с двигателем Дуйнова. На этом небольшом гусеничном вездеходе можно перевозить пассажиров и груз по бездорожью, снегу и песку. Затем партнеры побывали на трассе для картинга и протестировали электрокарт, на котором установлен мотор со славянкой. Их поразила высокая скорость, отсутствие шума и легкость в управлении. Электродвигатели делают картинг более популярным, экологичным и комфортным для пользователей и выгодным для бизнеса. Не зря весь мир пересаживается сейчас на электрокарты. Джиль Вебер и Барбара Сакакина провели прямые включения в своем Facebook, которые собрали множество отзывов и просмотров. Вернувшись в Африку, они продолжат продвигать технологию славянкой и налаживать сотрудничество с российскими партнерами, чтобы инновационный транспорт появился и на африканском континенте.